Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема, как удачно выйти замуж. Тема этого видео вытекает из той информации, которая собрана из большого множества моих консультаций с клиентами. Кстати, записаться на консультацию ко мне онлайн вы можете в телеграм, по ссылочке, которую я оставляю, всегда в описании под этим видео. Так вот, информация собрана из консультации, она обоснована научными знаниями, и многие из вас уже прошли через негативный опыт отношений с тяжелыми мужчинами, с мужчинами не всегда ориентированы на серьезные отношения, с мужчинами не всегда умеющими любить. Так что я хочу подчеркнуть, что цель этого видео не просто понять, как выйти замуж, не лишь бы выйти замуж, а выйти замуж удачно. Все больше и больше в интернете гуляет вот таких мемов, где, значит, женщина уже шарахается от брака. И суть этого мема не в том, что брак и семья – это плохо, а в том, что девочки совершенно не умеют выбирать себе партнера. И потом женщины, собственно, начинают оглядываться назад и задавать себе вопрос, как, собственно, я оказалась в этих страшных отношениях. Они начинают анализировать, почему я вошла, что было причиной моего входа в эти отношения, вот этого замужества, чем я руководствовалась, когда оказалась в этом браке с мужчиной абсолютно или нарушенным, или не готова участвовать, на что я в первую очередь вообще обращала внимание. И многие говорят, что в первую очередь они обращали внимание на статусность и на возможности человека в плане доминирования. То есть вот эти деньги и это положение в обществе, чтобы он был статусный, чтобы он мог обеспечить очень комфортные условия жизни для будущих детей, чтобы он мог обеспечить определенный запас еды, так сказать, для того, чтобы все было комфортно, в том числе иногда и родителям женщины. И вот по таким критериям девочки выбирают мужчин. Я уверена, что многие, когда прочитали название к этому видео, подумали, что «О, сейчас я буду здесь слушать рассказы, как привлечь в жизнь такого доминирующего мужчину». Но нет, потому что выбирая по таким критериям, женщина не осознает, что она хочет бессознательно попасть в отношения на самом деле жестким доминирующим человеком, у которого ярко проявляются нарциссические, психопатологические черты личности. И женщина упускает самый главный критерий при выборе партнера. Конечно же, это психоэмоциональное состояние партнера. Почему не озвучивается, что семья и главное для семьи – это психоэмоциональный контакт между членами этой семьи? И вот, значит, вы ищете богатых, успешных, сильных, смелых, уверенных. И при этом мало кто из вас думает о том, что на самом деле определяет психологическое богополучие семьи. Определяет психологическое здоровье семьи, психическое здоровье и детей в первую очередь, и самой женщины, которая, проживая вот в этом, так сказать, искусственном состоянии благополучия, где все блага будут, может быть, предоставлены, возможно предоставлены, а возможно и нет. Это следующий вопрос, который мы будем тоже сегодня обсуждать. То есть женщина, проживая вот в этой иллюзорной реальности, в которой есть партнеры, вот этот доминирующий, который вроде бы может создать для нее якобы идеальные условия, идеальные для ее выживания, а не идеальные для полноценной жизни. Это вот такая вот фасадная картинка. И такую идеальную картинку умеют прекрасно создавать или нарциссы, или паранояльные эпилептоиды. Они вам покажут и определенную массу денег, где есть там недвижимость, машины, все это есть, и все это будет успешно демонстрироваться. Но вопрос в том, что внутри семьи все это время будет существовать доминант, который эмоционально может быть холоден, дистантен, который все это время нарабатывает определенные схемы, он подозрителен, если это параноял, да. И а у эпилептоидов, если еще эпилептоид попадется, то это тоже достаточно часто наблюдается. Плюс еще они контролирующие и со вспышками агрессии. У них есть, как правило, очень жесткие правила, отступать от которых нельзя, невозможно, даже если они абсолютно ненормальные и неадекватные. И женщин, которые попадают вот в такие чудовищные отношения с, будем прямо говорить, как есть, с психопатами, с параноялами или эпилептоидами, приходя ко мне на консультации, они спрашивают, ну а почему я все время притягиваю в свою жизнь вот таких нарциссов? И первое, это вот потому, что вы тестируете мужчину инстинктивно, доминант или не доминант. И, конечно же, доминант по сравнению с другими мужчинами, которые более спокойные, которые более эмоционально теплые, доминант, он, конечно, всегда будет выглядеть выигрышно для женщины. Такие люди действительно очень успешно строят свою карьеру, они, как правило, зарабатывают много денег. Не все, но, как правило, потому что если мы говорим про паранояло, то он жестко отстраивает систему, в которой работает или в которую включает людей для того, чтобы они либо обслуживали интересы вот этой системы, все блага, которые будут приноситься в эту систему, в первую очередь будут доставаться ему, потому что он доминант, а всем остальным будет уже по остаточному принципу. Он осознанно формирует все роли и все позиции таким образом, что люди зависят от него. И абсолютно все равно это бизнес или это семейная система, он никому не доверяет, он держит всех под подозрением, он, знаете, такой одиночка в семье. Он всегда проверяет, он всегда следит за своей женой, он контролирует ее, может ревновать. Он всегда на каждого имеет какой-то компроматик, потому что параноял, он всегда должен подстраховать себя всеми возможными способами. И это же помогает ему ставить других людей в зависимости от себя, потому что если человек боится и если человек еще зависим при этом материально, то тогда он будет функционировать безотказно. Поэтому, девочки мои дорогие, нужно научиться хорошо разбираться в психотипах, для того, чтобы хорошо понимать, как работает психика другого человека, чтобы вы не только инстинктивно тестировали, что у него есть там доминантность какая-то, статус, деньги, и он может обеспечивать будущее ваших детей. Если вам нужна, кстати, диагностика вашего партнера и ваших отношений, это вы, пожалуйста, приходите ко мне на марафон «Баланс в отношениях», только обязательно берите тариф с обратной связью, и я обязательно помогу вам в этом вопросе индивидуально. Лично со мной будет работа проходить. Ссылочку на марафон я оставляю в описании под этим видео. Обязательно приходите, берите тариф стандартный с моей обратной связью, и вам я дам точный прогноз ваших отношений. Так вот, женщина в браке с таким партнером рано или поздно приходит в состояние ужаса. Да, она вроде бы получила все, о чем мечтала. У нее есть статус, есть деньги, которые, кстати, достаточно часто ей вообще не принадлежат, и она к ним никакого отношения не имеет. И дай бог, если у нее инстинктивно сработала мысль о том, что нужно хоть каким-то образом из вот тех денег, которые он выделяет, вот эти крохи, как правило, да, если он выделяет их вообще, вот что нужно все-таки какие-то суммы выводить, чтобы сделать для себя, так сказать, подушку безопасности, купить недвижимость, может быть, ну, у кого на что хватает и так далее, да, на случай разрыва. Потому что если вы попали в отношения со статусным нарциссом или другим нарушенным человеком, вы будете чувствовать холодность и дистантность. Вы для нарцисса не живой человек, вы просто объект. И значит, если ты не живой объект, то пока ты служишь целям и задачам нарцисса или паранаяла, то окей, ты будешь оставаться в этой системе. Поэтому, кстати, девочки очень часто с такими партнерами чувствуют себя просто, знаете, стать инкубаторами для детей или резиновой куклой, или там, не знаю, прислугой. Она просто для нарцисса выполняет определенную функцию. Она и есть функция в таких отношениях. Отсюда все вот эти печальные ролики и мемы про то, что после брака женщине только и остается, что там, не знаю, драить полы, туалеты, рожать детей и вообще света белого не видеть. Ни свободы, ни тебе подружек, ни самореализации, ни любви, ни заботы, ничего. Если ты будешь знать свое место в этой иерархической системе, да, вот если ты будешь с нарциссом, с этим параноидалом, с эпилептоидом сидеть тихо, ни на что не претендовать, ни на какую значимость, ни в коем случае нельзя претендовать на значимость в присутствии паранаяла или нарцисса, или эпилептоида. А если это сочетание этих психотипов, это вообще гремучая смесь, то есть если ты не претендуешь на значимость, если ты просто функционируешь, как вот в этих мемах показано, и вот еще при этом ты умудряешься вот эту всю негативную обратную связь, которая потоком льется на тебя бесконечно, ты как-то умудряешься ее перерабатывать, как-то контейнировать, да, и ты с ней как-то соглашаешься и функционируешь еще лучше, потому что тебя критикуют, и ты, да, стараешься. И все, конечно, это за счет собственного здоровья, за счет своего внутреннего конфликта, за счет своих внутренних переживаний. И вот пока ты будешь в ущерб себе вот там функционировать, то ты будешь оставаться в этой системе. И если вдруг такая женщина осознает, что при всем статусе мужчины, она просто, знаете, безличный какой-то функционирующий объект, да, она может быть сыта, да, она определенным образом защищена, но, кстати, не внутри семьи часто. Она может быть защищена от каких-то внешних воздействий, но внутри семьи все, что с ней делают, очень разрушительно. Так что да, она может быть и сыта, и то, знаете, вот в тот момент, пока она с ним. И то не факт. Если ваш партнер сочетает эпилептоидные и параноидальные черты, то с одной стороны вы будете чувствовать холод, да, вы будете чувствовать, что просчитывает он, наблюдает за вами, а с другой стороны, кроме вот такой пассивной, холодной, монотонной, негативной обратной связи, вам постоянно будут давать и вот эти горячие эмоциональные взрывы ярости. Как правило, непредсказуемые, неожиданные и вообще ничем не обоснованные. И такое абсолютное неконтролируемое поведение, оно раскачивает, конечно же, психику очень мощно, очень мощно и у женщин, и у детей, которых они рожают в такой семье. Соответственно, все паттерны поведения дети очень часто записывают именно с отцовского поведения, доминирующего. Потому что если ты так будешь себя вести, они же это видят в семье, то значит ты выживешь в собственной семье. Если ты так будешь себя вести, как папа, значит ты будешь успешен. И вопрос в том, что ведь он социально успешен очень часто, и многих это сбивает с толку, особенно дети, которые могут боготворить папу, который может позволить абсолютно все себе в вопросах денежных, то есть он же бог, он достиг таких высот, и значит те качества, которыми он обладает, они нормальные, они естественные, они помогают не просто выжить, они помогают подняться высоко и стать доминантом, и стать в превосходную позицию. И многих детей это очаровывает, поэтому они, не задумываясь, копируют поведение отца. А мать-то это кто вообще? Это вот эта вот женщина, которая не умеет зарабатывать деньги, которая сидит, ее постоянно унижают, и она там что-то там, не знаю, выклянчивает постоянно. И вот такое отношение и будет к матери, особенно если дети мальчики. Почему говорю девушкам, если вы хотите выйти замуж удачно, то критерий для этого всего один, и это не деньги, не статус, а это эмоциональное благополучие партнера. То есть ориентируйтесь, пожалуйста, на то, чтобы партнер был все-таки теплый и эмотивный. У него должны быть вот эти вот здоровые части психики. Важно, чтобы он не имитировал это поведение, пока ему нужно просто захватить вас, а чтобы он мог на самом деле чувствовать чужую боль, чужие переживания, чтобы он мог построить здоровый контакт с вами. И, кстати, на здоровом контакте растет все, и статусы, и карьера, и деньги. Но самое главное, если вы будете рядом с эмоционально здоровым человеком, то вы будете чувствовать постоянную точку контакта, и вам будет комфортно, и вы будете счастливы и спокойны в таких отношениях. И уровень вашего кортизола никогда не будет зашкаливать, как у тех, кто живет на эмоциональных качелях с партнерами, которые нарушены или которые нестабильны. В норме семья – это безопасное место, где можно расслабиться, где можно наслаждаться отношениями с другим человеком. И, кстати, со здоровым партнером вполне возможно, что вам придется делить какие-то финансовые обязательства. И я призываю не бояться этого. Девочки, лучше так, чем зависимость от нарцисса. А может быть, вам и не придется включаться, потому что настолько ресурсный будет партнер, что он построит мечту для своей семьи и для себя. Но главное, чтобы при этом он был эмоционально здоровым человеком. Это главный критерий. А все остальное – это приложится. Главное, чтобы вы чувствовали точку контакта, и вам было комфортно. Но для этого у вас тоже должна быть здоровая часть и очень мощная. И во второй части этого видео, я сняла его на второй канал, я хочу как раз рассказать, как взрастить в себе эту здоровую часть, чтобы привлечь в отношение здорового эмоционально благополучного партнера. Это второе видео. Оно, еще раз говорю, вышло на втором канале. Также ссылочку на него оставлю в описании под видео. Обязательно переходите и смотрите это видео с практическими заданиями. Оно бесценно для тех, кто хочет привлечь в жизнь классного мужчину и удачно выйти замуж. И напоминаю, что вы всегда можете прийти ко мне на консультацию онлайн. Записаться на консультацию можно в Telegram. Ссылочку на него оставляю в описании под этим видео. И также напоминаю, что у вас есть пока еще уникальная возможность принять участие в моем марафоне «Баланс в отношениях». Это единственный марафон, где вы на тарифе «Стандарты» получаете мою обратную связь личную на протяжении целого месяца. Вот буквально ваш карман на психолог у вас. Я. За вообще просто копейки. Потому что, например, мой второй курс, который сейчас уже вышел. Сейчас скоро будет, кстати, второй поток. Курс про самооценку. Там у нас уже моя обратная связь. Посмотрите, просто в 4 раза дороже. Поэтому мы пока еще ценовую политику не меняли, но скоро поменяем. Поэтому пока есть такая возможность, подключайтесь. А я с вами на этом прощаюсь. Но на самом деле не прощаюсь, а жду вас на втором канале, чтобы продолжить эту тему.